Доброго времени, дорогие друзья! С вами снова Виктор Медведев. И сегодня мы попробуем сделать первый видеоразбор сложных заданий, потому что эта категория победила в нашем посте, который не так давно мы публиковали в нашей группе. И практически половина участников хотели бы видеть видеоразборы сложных заданий в этой группе. То есть мы хотим сделать то, чего пока еще нет в других группах, потому что группа подготовки к ЕГЭ огромное количество. Ну и я думал о том, каким же образом выбрать задание, которое является сложным. И пришел к такому мнению, что в нашей репетиторской империи есть такая вещь, как интенсив. Это задание части С, которое публикуется каждый день в определенное время, и его необходимо решить. После чего репетитор его проверяет. И вот не так давно я публиковал интенсив в своей группе. Вот тут у него есть всякие ответы. И его выполнили 9 человек, из которых максимальный балл получил только 1 человек. Поэтому я считаю, что, наверное, такие задания являются достаточно сложными. Давайте посмотрим на баллы. Вот смотрите, 1 балл, 1 балл. Вот единственный максимальный балл. 1, 1, 1, 2 балла. Поэтому сегодня мы разберем, как нужно было решать этот интенсив, как оформлять это задание, и какой логики придерживаться для того, чтобы успешно его решить. Вот я его специально перенес в Форд. Давайте его чуть-чуть разделим, чтобы удобнее было его читать. Ну и, собственно, в чем заключалось задание. Это С7 по обществу о знаниях. В новой нумерации это задание номер 27. Итак, английский философ писал о том, что в старь, то есть когда-то давно, богатейшими странами были те, природа которых наиболее обильна. То есть чем лучше природные, географические, климатические факторы в той или иной стране, тем высшую позицию в рейтинге стран, так скажем, она занимала. То есть богатство страны определялось ее именно природными богатствами. Вот. И если у страны не было каких-то полезных ископаемых или иных природных ресурсов, то сложно было что-то с этим поделать. А ныне, говорит Бокль, богатейшие страны это те, в которых человек наиболее деятелен. И здесь дается три вопроса, на которые нужно ответить. То есть в заданиях части 2 очень важно отвечать последовательно, чтобы не возникало никаких сомнений у эксперта, на какой вопрос был дан ответ, почему вы здесь написали это, а не другое. То есть четко и последовательно. Итак, первый вопрос, да, как это высказывание, которое было произнесено около двух веков назад, отражает понимание эволюции. То есть спрашивается, что изменилось, да, потому что эволюция это есть не что иное, как изменение. И вот вопрос, какое такое изменение произошло, которое здесь отражено в этой статье. Очень важно, чтобы это изменение было как-то связано с теоретическим курсом. И я рекомендую всегда писать, исходя из текста задания, чтобы не было никаких вопросов. То есть вы так и пишите, да, что это высказывание отражает понимание эволюции, то есть просто по заданию эволюции человеческого общества. Таким образом, что ранее, да, то есть он пишет, встать главными факторами развития человеческого общества. Как мы уже с вами сказали, главными факторами раньше были это природные и географические факторы. То есть так и пишите, были природные и географические факторы. А теперь, да, то есть в чем изменение? Теперь решающим фактором или определяющим, здесь нет большой разницы, решающим фактором развития общества является, так, какая-то ошибка, человек наиболее деятельный. То есть опять нужно вспомнить, какое теоретическое понятие подходит сюда. Но это очевидно, это деятельность человека. То есть решающим фактором развития общества является деятельность человека. И можно уточнить, чтобы эксперт абсолютно точно понял, о чем идет речь. То есть сказать можно, да, что даже если у страны нет каких-то природных ресурсов, например, полезных ископаемых, как примером здесь может служить Япония, которая не обладает богатейшими полезными ископаемыми, но и при этом смогла за счет деятельности людей совершить такой серьезный экономический ревог. То есть так и пишите. Деятельность человека, который даже при, так называемых, неблагоприятных природных факторах может обеспечить, так, вот здесь богатейшими странами, поэтому лучше сказать, что может обеспечить процветание государства. Вот так мы ответили на этот вопрос, да, что если раньше это природный географический фактор, то теперь деятельность человека, который может победить эту зависимость от природы. Далее, опять нужно идти строго по заданию. Какой вектор развития общества? То есть вы так и пишите, что основной вектор развития общества. Здесь надо просто подумать, да, за счет чего человек смог преодолеть вот эту, как я уже сказал, зависимость от природы. Что помогло ему переключиться с природных факторов на свою деятельность? Ну, явно это не за счет своих каких-то сил и тому подобное, это, конечно, за счет развития техники, за счет развития технологий. Поэтому так и пишите, что теперь основным вектором, основным направлением развития общества является развитие техники и технологий. Можно, опять же, конкретизировать. которые позволяют снизить, нет, даже лучше сказать уменьшить зависимость человека от природных факторов. И последний вопрос, да, каковы ценности современного общества? То есть здесь, опять же, очень важно быть в контексте задания. То есть не уходить от того, что до этого вы писали. То есть, конечно, вы можете написать там права и свободы человека и тому подобное. Но задание было о природе и об умении человека, как бы, несколько преобладать над ней. Да, поэтому вы пишите основные ценности современного общества. Здесь просят две, но если вы приведете чуть больше, это, конечно же, ошибкой не будет, если они верны. То есть, что здесь, исходя из заданий? Это, конечно, развитие науки. Потому что именно наука позволяет нам значительно преодолевать нашу зависимость от природы. Так, вот здесь у нас может не войти. Сейчас мы это уберем. Что еще, да? Это умение внедрять новое. Или, формулируя в теории, это умение осваивать инновации. То есть, если страна может внедрять в свою экономику, в свое производство нечто новое, то, чего раньше не существовало, это дает серьезный толчок. И лидирующие компании у нас в современном мире, это те компании, которые производят именно какой-то инновационный продукт. Это, конечно, инициативность человека. Потому что, если человек будет пассивным, если он не будет предпринимать ничего нового, конечно, ни о каком преодолении зависимости говорить не приходится. Ну и, наверное, это технологичность. То есть, раз мы писали о технике, о технологиях, технологичность. Вот те ценности, которые связаны с заданием. То есть, не просто какие-то абстрактные, а именно связанные с заданием. Вот таким образом должен выглядеть ответ. Это одно из заданий части С. Оценивается оно на 3 первичных балла. Если вам такой формат разбора с заданием подходит, если он вам нравится, то ставьте лайки. Если вы хотите что-то улучшить, все ваши предложения вы можете написать в комментариях. Я все их прочту и надеюсь, что следующий разбор получится еще лучше. А с вами был Виктор Медведев. Записывайтесь на занятия. Готовьтесь, издавайте ЕГЭ на высокий балл. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok